Боец Александр Орлов после недельного отпуска опять вернётся на передовую. Около полугода мужчина передаёт секретное сообщение через линию фронта. Военный почтальон говорит, именно в зоне боевых действий познал, что такое настоящая дружба. Отвернулся, повернулся, там или ты отвернулся, твоего друга, поворотима твоего нет. То есть, если мы будем друг другу помогать, прикрывая спины, вот это будет дружба. И вот самая главная ценность, и мы находимся там, защищая нашу землю от агрессоров. Само отношения меняются. Есть картинка по телевизору, есть конкретно место, где ты видишь убитых, раненых. Теперь у бойца есть своя земля в посёлке Малина в Кочугуевского района. Участок площадью в 12 соток. Земля должна быть, на которой я своей семьёй в любое время мог отдохнуть. Сегодня на Харьковщине проживают 6,5 тысяч демобилизованных бойцов. По закону участники АТО могут получить 5 видов наделов. До 2 гектаров для ведения фермерского или личного крестьянского хозяйства. До 25 соток под застройку. 12 соток для садоводства. Для индивидуального дачного строительства выделяют 10 соток. И 1 сотую гектара под гаражи. Они все, безусловно, имеют право к получению земляных участков, будь то под дачное строительство или под сельскохозяйственные нужды по 2 гектара. Поэтому мы работаем для того, чтобы каждый участник АТО своё законное право использовал. Я уверен, что мы в итоге выйдем на 100% результат и люди все станутся довольны. Всего в Чугуевском районе было выделено 327 участков земли. По словам представителей Союза ветеранов АТО, Малиновка – наиболее благополучно расположенный дачный посёлок в Харьковской области. Около 140 бойцов антитеррористической операции уже получили право собственности на положенные им по закону 12 соток под садоводства. Сегодня у нас получают приказы. В первую очередь, это есть несколько семей погибших, погибших харьковчан. Мы им предоставляем самим выбрать вне жеребьевки земли, то есть где им будет удобнее. По факту земля была как гарант дамы государства людям, которые шли в зону антитеррористической операции. 21 льготу нам обещало государство. Из этих 21 льгот 5 видов занимает земля. А вот в городе Мерьефа участники боевых действий получили абсолютно непригодные для садоводства земельные участки. Те земельные участки, которые были выделены добровольцам, они находились совершенно в неподходящем для этого месте. Это было болото, воды по пояс, и, соответственно, ничего там нельзя было делать. Вице-губернатор Харьковской области Михаил Черняк взял этот вопрос на личный контроль и пообещал всестороннюю поддержку. В свою очередь, представители госгеокадастра предложили демобилизованным бойцам новые земельные наделы в городе Мерьефа. Надежда Тофан, Юлия Семененко, Дмитрий Герасимов, Алексей Калмык, Медиагруппа «Объектив».